Глава первая. Ночь в Венеции. Карнавал подходил к концу. Фейерверки еще взлетали в ночное небо, отражались в дешевых блестках и фальшивых бриллиантах, рассыпались множеством крошечных комет, над толпой еще гремели музыка и хохот, но в холодном воздухе уже звенели нотки усталости. Гостей герцога Дикасио, их легко было узнать по обилию настоящих, а не поддельных драгоценностей и изысканности костюмов, пригласили прибыть на прощальный ужин. Они дружно, с шумом и криками, рассаживались в гондолы, которые предоставил любезный хозяин. Замешкалась только молодая дама в домино из бархата фиолетового цвета, подбитого нежно-розовым шелком. Подкладка плаща зацепилась о мраморные перила лестницы. Ей пришлось наклониться, чтобы поправить наряд. Затем дама торопливо прыгнула в ближайшую гондолу, отмеченную флагом с гербом герцога. Узкий нос лодки растек маслянистую темную воду, гондола набирала скорость, с легкостью лавировала по темным протокам, все дальше удаляясь от празднично освещенных палацца и большого канала. Пассажиры молчали. Молодая дама несколько раз нетерпеливо оглянулась, откинула капюшон. Черная полумаска подчеркивала нежный оттенок ее кожи и тот особенный цвет волос, который художественные натуры именуют Тициановским. Наконец она окликнула гондольера. «Послушайте, сеньор, Вилла Дикасио осталась справа. Нам следовало повернуть. Я плыву куда приказано. Кем приказано?» Эхо подхватывало звук голосов. Они звучали, как оперный дуэт. «Тем сеньорам!» Гондолер кивнул на человека в длинноносой маске доктора смерти. Пассажирка оглядела маску и чуть заметно улыбнулась. «Чего только не случается в карнавальном суматохе! Меня намереваются похитить?» Классический карнавальный персонаж склонился в шутливом поклоне. «Похитить?» «Только в случае крайней необходимости». Его итальянский портил скрипучий иностранный акцент. Незнакомец рывком снял маску и отшвырнул в воду. Открывшиеся черты лица оказались почти такими же гротескными и отталкивающими, как карнавальная личина. Когда человек растянул губы в фальшивой улыбке, молодая дама вскочила, покачнув узкую лодку, и вскрикнула. «Вы? Здесь? Каким образом?» «Да, я сумела разыскать вас среди этого нового Вавилона. Это оказалось довольно сложно, но мне удалось, ведь я шталмейстер его высочества Вильгельма Сигизмунда фон Ормштейн, князя Кассельфельштейнского, наследника престола Богемии». Красавица поджала губы, не дослушав титула. «Не тратьте время на перечисление всех регалий Вилли. Мы расстались окончательно, и никаких переговоров с ним я вести не буду. Слышите? Никаких. Так и передайте его высочеству». Она гордо вскинула голову и указала гондолеру на ступени, спускавшиеся к самой воде. «Немедленно причалься и высадите меня!» Но навязчивый спутник схватил красавицу за запястье и перешел на немецкий. «Стойте! Неужели я похож на Купидона? Или посыльного с любовной запиской?» «Нет, госпожа Адлер, переговоров действительно не будет!» Он прошуршал складками карнавального костюма и извлек конверт с гербовой печатью. «Вот, здесь ордер, на ваш арест и просьба к итальянским властям содействовать в поимке опасной аферистки, воровки, похитившей реликвии монаршей семьи!» «Почему я должна вас слушать?» Молодая дама попыталась освободить руку, но тут подоспели трое безмолвных спутников шталмейстера. Под их карнавальными плащами обнаружились красные мундиры итальянских карабинеров. «Потому что в ордер на арест вписано ваше имя – Ирен Адлер. Взгляните сами!» Он развернул листок с печатью, сделал карабинеру знак «Поднести к бумаге фонарь», чтобы означенная в документе преступница, известная под именем Ирен Адлер, в лодке находилась именно она, смогла прочитать. Красавица приподнялась со скамьи, всмотрелась в буквы, презрительно улыбнулась и заметила. «Под документом нет даты и все, что в нем написано, наглая клевета! Его высочество князь Кассель Фильштейнский собственноручно подарил мне все, что числится в вашей смехотворной описи. Гарнитур с изумрудами, в которые входят фермуар, браслет и перстень. Любой суд подтвердит мою правоту!» Шталмейстер хищно ухмыльнулся. «Дорогая моя Ирен, единственная причина, по которой на этом документе нет даты, большое сердце его высочества. Добросердечие, в силу которого он сделал вам поистине царский подарок из фамильной сокровищницы распоряжаться содержимом, который не имел права до момента официальной коронации. Увы, такая слабость может ему дорого обойтись. Он далеко не единственный претендент на богемскую корону. Его кузены и конкуренты Отто и Фридрих воспользуются скандалом, чтобы лишить нашего Вильгельма прав на престол. Они с готовностью отправят за решетку вас обоих. Поймите, как Шталмейстер и его высочества я не могу допустить такого развития событий. Шталмейстер говорил так долго и путанно, что небо над городом успело стать светлее. Воздух наполнился прохладой. В предрассветных сумерках кожа молодой дамы казалась такой же молочно-белой, как утренний туман. Она зябко закуталась в плащ. «Но у меня нет драгоценностей!» Красавица скользнула взглядом по карабинерам и быстро добавила «Нет при себе. Я не держу их дома. Хранить национальное сокровище богемии в банке очень предусмотрительно. Прошу вас, примите еще одно разумное решение. Не губите себя и его высочество. Верните драгоценности добровольно!» Похоже, царедворец смягчился и со вздохом добавил «Верните гарнитур, и мы сможем обсудить вопрос разумной денежной компенсации!» Мисс Адлер гордо выпрямилась «Я не нуждаюсь в подачках их высочества. Разве я похожа на нищенку? У меня достаточный доход, чтобы о себе позаботиться. Я оперная прима. Так что, любезные конюши, кажется, так называют шталмейстеров в Британии. О своем решении я телеграфирую». Молодая дама грациозно подобрала юбки, выбралась из лодки и стремительно исчезла в лабиринте темных улочек. Она действовала быстро и уверенно. Опешившие спутники не решились ей воспрепятствовать. Только долговязый шталмейстер запоздало бросился следом, выкрикивая в темноту. «У вас есть месяц! Я буду напоминать вам, как скоротечно время!» Ирэн вбежала в гостиницу, махнула рукой сонному портье и стала подниматься по лестнице так быстро, что едва не столкнулась с высоким, сутулым человеком. Он пробормотал на английском формальные извинения и зашагал дальше, глядя в пол. Присутствовал в этом типе нечто фальшивое и тревожное. Лицо показалось ей выбеленным пудрой, как у балаганного пьеро, но черный, наглухо застегнутый сюртук не был похож на карнавальный наряд. Впрочем, долго раздумывать было некогда. Она бросилась к номеру своего импрессарио и принялась изо всех сил колотить в двери и кричать «Откройте! Откройте немедленно, Сильвио! У меня срочное дело!» Шум всполошил постояльцев, умаявшихся за время карнавала. В коридоре замелькала гостиничная прислуга. Двери респектабельного номера наконец-то отворились. Не слишком, но достаточно, чтобы Ирэн смогла проскользнуть внутрь. Помпезные бархатные портьеры были опущены, кругом царил полумрак. Солнечные блики, все же осмелившиеся проникнуть в комнаты, скользили по пыльным зеркалам, по золоте и огромному старомодному глобусу, водруженному в центре гостиной, надо полагать, для удобства путешествующих. Рядом выселся сеньор Сильвио, собственная голова которого была такой же круглой и лысой, как глобус. Он страдальчески массировал виски. «Сильвио, мне нужен ангажемент, что-нибудь серьезное на ближайший месяц». «Душенька, незачем так шуметь. У меня безупречный слух. Я работаю с музыкантами». Голова раскалывается. «Невозможная ночь». «Дикое!» Сперва мне колотил в двери один ненормальный англичанин. Теперь вы. «Быть импресарио – изматывающее занятие. Мои нервы окончательно истощены. А нюхательная соль куда-то запропастилась. Стоит на час отпустить прислугу, как все идет кувырком». Импресарио направился к маленькому столику, уставленному графинами с вином и бокалами. Налил себе рубиновую жидкость. «Хотите, кьяньте?» Ирэн расстегнула плащ и опустилась в кресло. Предпочла бы виски. «Виски?» «Нет, это невозможно. Куда катится мир?» «Сильвия, поверьте, после смерти леди Гамильтон, я единственная женщина, которая пьет виски. Мир вне опасности. Зато мое благополучие в ваших руках. Повторяю, мне нужен ангажемент. Проще говоря, мне нужны деньги. Быстро и очень много». Я всего лишь хотела сказать, что этот вульгарный англичанин тоже требовал виски. Представляете? Неужели мой номер похож на распивочную, рюмочную или паб? Пока сеньор Сильвио бушевал, по лицу его гостя скользнула тень тревоги. Она невольно понизила голос. Англичанин был с виду очень бледный, весь в черном. Бледный? «О, нет! Он был здоров, как бык!» Едва не вышиб двери тяжеленной тростью. Кричал, что желает сделать предложение Миледи Адлер. «И что же?» Я ответил, что Миледи не расположена вступать в новый брак. Молодая женщина звонко рассмеялась и вознаградила его воздушным поцелуем. «Сильвио, вы самый лучший! Хотите стать новым шталмейстером в богемии!» «Только не говорите мне этого! Не говорите!» Схватился за сердце экспансивный сеньор. «Не может быть, чтобы вы продали побрякушки богемского князька!» «Конечно нет, Сильвио, я всего лишь оставила их в залог!» Сеньор пододвинул кресло, сел напротив Ирен и взял ее за руку, проворковал. «Вы отдали их как залог любви? Как залог денег!» «Тогда зачем вам еще деньги?» «Знаете, в Париже жуткая инфляция!» Ирен состроила уморительную гримасу. «Биржевой крах и всякая ерунда!» «Еще у них есть полицейский префект, который похож на канделябр!» «Они дружно вторглись в мой гениальный финансовый план и все разрушили!» «Святая дева!» «Концерты в Париже отпадают!» импрессарио всплеснул холенными марципановыми ладошками и осушил бокал вина. «Боюсь, мне придется осесть в богемии, инспектировать конюшни и ставить вульгарные опусы Вагнера до самой смерти!» «Княжество размером с почтовую марку разве это наш масштаб, душенька?» Ирен подошла к глобусу. Осторожно, одним пальчиком повернула огромный шар и прищурилась, чтобы лучше разглядеть хитросплетение европейских границ. «Так хочется вернуться в Варшаву!» «Помните, как я блистала в Варшавской императорской опере пять лет назад? Там я стала настоящей примой!» «Пока один остолок не притащил бомбу в вашу гримерную!» «О, такой милый юноша, студент! Кто мог подумать, что он окажется анархистом?» «Как насчет Вены, сеньор импресарио?» «Акустика в тамошних театрах прекрасная! Мы не появлялись в Австрии целый год!» «Все уже успели забыть про дурацкую дуэль из-за меня!» «Про дуэль наверняка забыли, но супруга директора театра помнит, как вы назвали ее оплывшей свечкой!» «Ирен, надо возвращаться на родину, на вашу родину, в Америку, в страну великих возможностей!» Импресарио раскрутил глобус, как карусель. Ирен показалось, что перед нею снова поднимается стена океанской воды, над головой трещат корабельные балки, а огромные волны снова и снова смывают ее, маленькую девочку с пышными кудрями в морскую пучину!» Она прикрыла глаза и осторожно опустилась в кресло. «Нет, я никогда больше не поднимусь на корабль!» «Не смогу пересечь океан!» Импресарио пододвинул своей подопечной бокал с вином. Затем стал обмахивать ее шелковым платком, который материализовал из рукава, как настоящий фокусник. Ирен «А если это будет небольшая, можно сказать, крошечная полоска воды?» «Канал? Озеро?» «Нет, скорее река, такой мелкий заливчик, спокойный, абсолютно безопасный, вроде Ла-Манша». Джентльмен, который кричал и шумел, болтал что-то про гастроли в Лондоне. Увы-увы, душенька моя, я не силен в английском, но сохранил его визитную карточку. Погодите». Синьор Сильвио выловил в обширных карманах бархатного халата лорнет и прочитал. «Тут значится Чарльз Огастес Милвертон агент». «Значит, Милвертон здесь? И вы молчали?» «Так я сразу же сказал вам?» «Сказал, что англичанин остановился этажом выше». «Что вы мне сказали?» «Сказали, что этажом выше живет человек, который носит титул короля шантажа?» «Который расстроил больше свадеб, чем вы устроили концертов?» «Разбил больше счастливых семей, чем вы бокалов?» «Он очень опасный, коварный и злой человек, Сильвио!» «Меня жаждет погубить второй негодяй в Европе!» «Бог мой, Ирен, но кто же тогда первый?» «Префект парижской полиции, разумеется!» «Душенька, этот префект выкован из стали!» «Мужчина из плоти и крови не устоит перед вашим дивным голосом, перед вашей совершенной красотой и остроумией!» – тараторил сеньор Сильвио и улыбался все шире. «Ему частенько приходилось воодушевлять звезд перед ответственным выходом!» «Вы сможете поставить на место любого жалкого шантажиста!» «Чем он может угрожать?» «Вам, отважной леди, которую уже разыскивала полиция трех стран!» «Причем без всякого успеха!» «Вот так!» «Я верю в вас!» Ирэн улыбнулась, дружески пожаловала ладонь импресарио, затем повернулась к зеркалу, подобрала непокорную прятку, примерила несколько выражений лица. «Сильвио, вы правы! Рано или поздно найдется человек, который остановит этого мерзавца! Но сейчас придется вступить с ним в переговоры! вызовите прислугу, назначьте встречу и отправьте ко мне горничную! Я буду отдыхать в своем номере!» «Действительно, пора было готовиться к новому спектаклю!» Оставшись в одиночестве, сеньор Сильвио направился к покрытому китайским лаком секретеру со множеством выдвижных ящичков, в которых он хранил своеобразную картотеку. Абсолютно все визитные карточки, сопровождавшие цветы и подарки, которые послали Ирен поклонники. Он стал перебирать карточки из раздела «Британцы», просматривал собственные пометки на обороте, сверял с генеалогическими справочниками и газетными вырезками, которые хранились здесь же, пока не остановился на прямоугольнике кремового цвета. Готфрид Реджинальд Нортон, адвокатская контора, Нортон и компаньоны. На обороте карточки бисерным почерком сеньора Сильвио были сделаны следующие примечания. Кузен лорда Балмара, особняк в темпле, паровая яхта. Эту последнюю заметку предусмотрительный импресарио дважды подчеркнул ногтем и принялся набрасывать текст телеграммы любезному мистеру Нортону. Продолжение следует...